Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Дойти до каждого двора. Самарский мэр проверяет, как ремонтируют контейнерные площадки. Не проезжать мимо. Водители автобусов учат помогать пассажирам-инвалидам. 60 миллионов на реконструкцию. Мемориалы Победы в регионе будут приводить в порядок. Датские и французские актеры едут в Самару. Фестиваль «Золотая репка» обещает стать настоящим театральным праздником. Не слабый пол. Почему среди успешных самарских боксеров все больше девушек? С завтрашнего дня частично возобновляется движение машин по мосту на заводском шоссе через проспект Кирова. Трасса почти полностью готова к эксплуатации. Что сделали за год и что еще осталось, расскажет Сергей Кизоркин. Ремонт заводского шоссе подходит к концу. Рабочие закатывают в асфальт последние квадратные метры дороги. А ездить по мосту можно будет только пока в одном направлении, в сторону улицы Земица, начиная с субботы. Сейчас ремонт идет на участке перед мостом через проспект Кирова над подземным пешеходным переходом. Его приводят в порядок по просьбе заводчан. Ведутся отделочные работы. В том числе укладывается тактильная плитка для слабовидящих. Заводское шоссе ремонтируют по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Строители дают гарантию на 5 лет. На участке от 22-го партсъезда до проспекта Кирова, в частности до пешеходного перехода, была полностью заменена пирог дорожного полотна. То есть там несколько слоев укладывались. Сейчас посещение уже практически около года. Конструкция себя ведет хорошо, то есть нет просадок. Заводское шоссе капитально начали ремонтировать осенью прошлого года. От 22-го партсъезда до улицы Земица. Полностью обновили асфальт, ливневую канализацию, освещение. Построили тротуары, остановки общественного транспорта, парковки вдоль дороги. Посеяли новый газон. Регулярно в ночное время на данный объект выходят два болера и поливают для скорейшего всхода травы на данном участке. Жители Юнгородка и других районов Самары, которые едут на работу по заводскому шоссе, рады, что из неприглядной улицы в промзоне она стала современной и удобной трассой. Пешеходный переход сделали. Пешеход все сделали, что правильно. Расширение, удобство для пешеходов, все хорошо. На заводском шоссе наносят дорожную разметку, завершается установка дорожных знаков, подключаются программированные светофоры, которые будут регулировать движение транспорта в зависимости от трафика. Контактная сеть обновлена и трамваи вернулись на свои привычные маршруты. Строительная компания, которая проводит здесь работы, прислушивалась к замечаниям местных жителей, активистов ОНФ, городской администрации и областного ГИБДД. Недочеты устранялись оперативно. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Более 15 тысяч самарцев продолжает оставаться без холодной воды. В четверг произошла серьезная коммунальная авария. Без холодного доснабжения остались 91 многоквартирный жилой дом, 3 детских сада. Отключение связано с проведением плановых работ по замене четырех запорных арматур в железнодорожном и советском районах. Планируется, что работы завершат сегодня. Для обеспечения людей питьевой водой выставлено два бойлера по адресам Волгина, 132 и Революционная, 148. В анимательности и заботах к пассажирам в Самаре провели инструктаж для водителей общественного транспорта о правилах посадки и высадки инвалидов. О безбарьерной среде на дорогах Самары Валерия Куценко. Более 400 городских автобусов в Самаре оснащены специальным оборудованием для инвалидов-колясочников – аппарелью, которое находится в средней двери салона. Когда водитель подъезжает к остановке, на которой находится человек с ограниченными возможностями здоровья, он откидывает аппарель, по ней на коляске можно подняться в автобус. В салоне есть специальная площадка, где можно пристегнуть коляску. В течение сентября в городе проходят инструктажи для водителей. Им объясняют правила посадки и высадки инвалида-колясочника. Если с человеком находится собака-проводник, она должна быть в наморднике. Все водители проинструктированы, потому что наш автопарк оснащен низкопольными автобусами, которые также оборудованы вот этими откидными площадками. Ну и, соответственно, все водители умеют обращаться с этой площадкой. Тема доступности общественного транспорта для инвалидов находится на постоянном контроле профильного департамента. Эта техника не новая. У нас самые первые, по-моему, партии – это автобусы 2014-2015 года. То есть по городу они работают уже не один и не два года. Все это функционирует. И время от времени еще проводим такие мероприятия, чтобы это все поддерживать в рабочем состоянии и всю систему. И механизмы, и инструктажи в плане водителей. Новая технология, отработанная в самарских трамваях. Система «Низкий пол» позволяет инвалиду-колясочнику попасть в вагон с тротуара любой высоты. Валерия Куценко, Григорий Плешаков. События. Красота начинается с малого. В Самаре приводят в порядок контейнерные площадки. Эстетический вид должны придать почти 800 площадкам. Четверть из них преобразят уже в этом году. Проверить, как сейчас обстоят дела с ремонтом, отправилась глава города Елена Лапушкина. Еще совсем недавно на этой контейнерной площадке по улице Елизарова, 36, был беспорядок. Отвратительный запах и разбросанный вокруг мусор доставляли местным жителям большие неудобства. Из-за того, что подъездная дорожка к контейнерам была разрушена, люди не могли к ним подойти, и мусор оказывался на земле. Сейчас дело наладилось, говорят местные жители. В порядок привели не только саму контейнерную площадку, но и подъездные пути к ней. Изменения, конечно, налицо. А что, вот какие изменения, что изменилось? Ну, во-первых, положен новый асфальт, это раз. Во-вторых, есть территории ограниченные, которые именно для контейнеров. Именно крыша, то есть мусор уже не будет мочить, не будет он тяжелый, не будет там все раскисать и киснуть, и протекать с контейнеров. То есть, я думаю, что это положительные варианты. В Самаре в ремонте нуждались более 800 контейнерных площадок. Часть из них находится на балансе внутригородских районов, часть у города. В этом году в порядок привести запланировано почти 200 городских площадок. На их ремонт потратят больше 50 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас подрядчик выполняет работы по устройству, то есть проведены демонтажные работы на 120 площадках. Все эти площадки 120 находятся сейчас в монтаже. Уже есть готовые контейнерные площадки с благоустройством. Ведомственная группа регулярно выезжает на места, чтобы проконтролировать ремонт. Ежедневно ход работ мониторит представитель МБУ городское хозяйство. К рабочей группе присоединилась глава Самары Елена Лапушкина. Как было и срабление сейчас, мы вообще. Красная площадь у нас. Все работы должны закончить до 30 сентября. Для того, чтобы уложиться в срок, подрядчик увеличил число бригад и скорректировал график. Мария Левина, Николай Епофанов. События. 60 миллионов рублей из регионального бюджета выделили на ремонт монументов в Самаре и области. Их сохранение – это одна из приоритетных задач, которая сегодня стоит перед регионом. Дмитрий Азаров дал поручение главам всех областных городов. Мария Левина продолжит. В памяти нашей вечно будет жить. К 75-летию Великой Победы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу главам всех муниципалитетов вовлечь как можно больше населения, которые бы занимались поддержкой этой памяти. Только на территории Самары 250 воинских монументов. Уход требуется за каждым памятником и каждой мемориальной доской. Многие уже сейчас нуждаются в реконструкции. Из военного Куйбышева более 500 тысяч советских солдат отправились защищать родину. Почти половина из них погибли. 49 тысяч пропали без вести. Многих из тех, кто вернулся на родную землю, уже нет. Герои Великой Отечественной войны захоронены на городских и областных кладбищах. В Самаре таких захоронений почти 400. Дополнительное финансирование в размере почти 14 миллионов рублей направили на 5 монументов на городском кладбище. Это аллея славы, стена памяти и могилы военных командиров. Над многими захоронениями взяли кураторство депутаты разных уровней. Проводится регулярный мониторинг состояния всех памятных объектов, установленных в парках, скверах, парках культуры и отдыха, на площадях, территориях школ и ведомствах организации. Планируется проведение работ по общему благоустройству территории первой линии кладбища городской, на которой расположены одиночные воинские захоронения. Уже в 2019 году отремонтируют дорожки, ограждения и въездные ворота. В порядок приведут и надмогильные монументы Героев Советского Союза. Работы начнут в октябре. Дмитрий Азаров отметил необходимость привлекать к уходу за монументами волонтеров. Если каждый самарец возьмет на себя труд ухаживать хотя бы за одной могилой, брошенных захоронений не останется. Активнее вовлекать людей и общественные организации, но людей, для нас, крайне важно. Спасибо, что средства предусмотрели, что лично занимаете. Вовлекайте людей. Крайне важное церковь. Готов сотрудничать и помогать родному краю «Союз молодежи». Молодые люди регулярно проводят патриотические акции, помогают ветеранам и проводят исторический ликбез для сверстников. Это и Георгиевская ленточка, и «Снежный десант», и «Звезды памяти». Сейчас самарская молодежь выступила с новой инициативой – проект «Внутри истории» интерактивной. С помощью VR-технологии участник переносится в военную эпоху и ощущает себя участником событий. Дмитрий Азаров инициативу поддержал. Все точно, проект будет поддержан. Поддержаны и другие молодежные инициативы. В параде памяти, который состоится 7 ноября, примут участие областные юноармейские отряды. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Получить финансовую поддержку от правительства для реализации своих творческих проектов может каждый. В Самаре прошло вручение губернских грантов в области культуры и искусства. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить заявку, в которой изложить свою идею, будь то издание книги или постановка нового спектакля. Сейчас сумма гранта 250 тысяч рублей, но по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, со следующего года она увеличится вдвое. Это даст возможность выйти за пределы региона и представлять проекты на всероссийском уровне. Поиск каких-то новых форм, которые сегодня интересны молодежи. И это, наверное, является нашим приоритетом, чтобы это были интересные инициативы с новыми форматами, возможно, с новыми какими-то направлениями работы. В Самаре продолжают обсуждать изменения в местном законе о ветеранах труда, которые вступили в силу в конце июня. Депутаты вносят свои предложения. Какие нововведения действуют уже сейчас, и что новым может появиться в ближайшем будущем, разбиралась Мария Левина. Изменения в законе о ветеранах труда вступили в силу этим летом. В трудовой стаж теперь входят периоды срочной службы в вооруженных силах, вне зависимости от территории, с которой призвали в армию. В предыдущей версии закона служба в армии шла в стаж только в том случае, если призывник шел служить из Самарской области. К внесению изменения в этот очень важный закон, мы рассмотрели его в первом чтении на заседании регионального парламента. Сегодня мы выносим его на второе чтение. Практически не поступило никаких замечаний и рекомендаций, но тем не менее, на наш взгляд, он требует детального обсуждения, детальной проработки. За присвоением звания ветерана труда могут обратиться граждане, имеющие различные награды. Например, почетный гражданин Самарской области, знаки отличия за заслуги перед Самарской областью и материнская доблесть. При этом нужно, чтобы трудовой стаж был не менее 20 лет. Кроме того, почетное звание ветеран труда может быть присвоено, если общий трудовой стаж больше 35 лет у женщин и не менее 40 у мужчин. За гражданами, которые на дату вступления поправок имели требуемый трудовой стаж на территории Самарской области, но по каким-либо причинам не обратились за присвоением звания ветеран труда Самарской области, сохраняется право на присвоение звания. В 2018 году более 4 тысяч человек получили звание ветерана труда Самарской области. Всего же его присвоили почти 60 тысячам человек. Депутаты выступили с инициативой добавить список наград, на которые обращают внимание при выдаче звания ветерана труда, ведомственные. Решение комитета вынесут на рассмотрение в региональный парламент. Мария Левина, Григорий Пельшаков, События. Самарский дворец ветеранов открывает 19-й творческий сезон. Для тех, кому за 60 предлагают занятия в различных кружках и не только кройки и шитья, во дворце регулярно проходят танцевальные вечера. На первых танцах в новом сезоне побывала наша съемочная группа. Когда душа поет, а тело просится в пляс, годы не помеха. На первый танцевальный вечер собрались самые активные и позитивные посетители дворца ветеранов. Людмила Тыринова танцы не пропускает. Говорит, дополнительная активность только на пользу. Чтобы в нашем возрасте всегда быть в тонусе, ну нельзя пропускать танцы. И вот иди дома, если зарядкой не будешь заниматься, а здесь с удовольствием, под музыку. Очень приятные люди всегда здесь собираются. Муниципальный духовой оркестр и ансамбль «Джаз-вояж» концерты для пенсионеров проводят регулярно. Репертуар подбирают тщательно, чтобы звучали любимые песни старшего поколения. Всегда эти программы воспринимаются на ура, пользуются большой популярностью. Ну и, конечно, цены звонят, спрашивают, когда начнется новый сезон. Потому что в мае мы сезон заканчиваем, а в сентябре открываем новый. Мы летом очень много работали. У нас было по 7-8 концертов в месяц на открытых площадках. Струковский сад, Парк Победы здесь. В Самарском дворце ветеранов помимо танцев открыты множество творческих кружков, заниматься в которые приглашают всех желающих людей серебряного возраста. Лариса Шлафаст, Василий Калдашов, События. Далее, коротко о других событиях дня. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил точную дату повторного концерта Димы Билана в Самаре. Он пройдет 29 сентября на площади Куйбышева. Совершить ошибку намного легче, чем ее признать. За это Дима точно заслужил второй шанс, написал глава региона в Инстаграм. Напомним, резонансный концерт Билана прошел в Самаре 8 сентября. Во время выступления артист постоянно замолкал, когда звучала фонограмма, не попадал в ноты и демонстрировал странные жесты. После массовых жалоб в соцсетях Дима Билан извинился и заявил, что готов выступить с бесплатным концертом, а также купить оборудование для больницы и дать деньги на строительство детской площадки. Завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении 23-летнего тольяттинского маньяка с ножом. Мужчина обвиняется в совершении серии нападений на женщин. Напомним, о тольяттинском маньяке заговорили в конце прошлого года. Жертвами преступлений стали шесть женщин. Преступника искали несколько дней. В соцсетях были распространены его фотографии с места преступления. Задержать мужчину удалось только в Москве. Им оказался тольяттинец Артем Семенов. В совершении преступлений он сознался и заявил, что виной всему бросившая его девушка. Артему вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Шестой Костационный суд, расположенный в Самаре, начнет работать 1 октября. В его территориальную юрисдикцию войдут Республика Башкортостан, Республика Мариэл, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Республика Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области. В новом здании на Крымской площади суд разместится ориентировочно также в октябре этого года. Пока же он располагается в помещениях Ленинского и Железнодорожного райсудов, переехавших в новое здание на улице Тухачевского. Приезд Патриарха Кирилла в Самарскую область переносится. В Самарской митрополии Святейший Патриарх посетит Преображенский и Софийские соборы. В четверг, 26 сентября, в Тольятти Святейший Патриарх Кирилл посетит Поволжский православный институт, где проведет встречу со студентами и преподавателями вуза. Вечером того же дня представитель Русской православной церкви возглавит всеночное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии, Преображенском соборе. В Тольятти уже подготовили съезд в районе посадки вертолета и сделали парковку около собора. 27 сентября состоится главное событие визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию. Патриаршая литургия и чин Великого освящения Софийского собора. В конце недели погода изменится. В ночь на субботу и воскресенье 14 и 15 сентября в регионе синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Юго-западный ветер со скоростью 4,9 метров в секунду. Столбик термометра упадет до 6-11 градусов тепла, местами до 3. В субботу разогреет до 21-26 градусов, но осадки не ожидаются. Зато в воскресенье ситуация в регионе изменится. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, возможно гроза. Столбик термометра не поднимется выше 15-20 со знаком «плюс». Самараеда театра из Дании и Франции – это традиционный фестиваль «Золотая репка», который пройдет в городе с 15 по 20 сентября. Это будет настоящий театральный праздник. Каждый день артисты из разных городов и стран будут показывать на сцене постановки, а после зрители ждут лекции и мастер-классы. С чего начинался праздник и какие сюрпризы готовит «Золотая репка» в этом году, узнала Мария Левина. Первый одноименный театральный фестиваль прошел на Самарской земле четверть века назад. Тогда это планировалось как некая творческая встреча с коллегами со всего Поволжья. Но заинтересовались театралы и из Москвы, и других городов страны. Все театралы встречались на теплоходе «Багратион», что было довольно-таки необычно для тех времен и в совокупности с невероятной дружеской обстановкой заставляло всех участников с нетерпением ждать начала следующего фестиваля. Теплоход «Багратион» – это чудо какое-то было просто. И мы там все вместе. Да, совершенно верно. Все при том. И Зиновен Яковлевич Карагодский, который как раз тоже здесь был, и Калиш, Виктор Яковлевич, Адулфия Шапира. Ну, все-все-все жили, все мэтры были здесь. Жизнь такая была творческая очень. Она бурлила. И самое главное, что все стремились за свой счет, прежде всего, приехать именно сюда, попасть. Возродить ту далекую теплую атмосферу и организовать встречу добрых друзей из театров разных городов решено в этом году. Именно в год театра в России. Традиционный фестиваль «Золотая репка» пройдет с 15 по 20 сентября. На этот раз свои постановки покажут театры не только из России, но и из Дании и Франции. Самарцы увидят три разных взгляда на любимый публикой роман двух юных сердец – Ромео и Джульетты. Эта пьеса до сих пор заставляет нас обращать на нее внимание и ходить на это название, смотреть, что мы там пытаемся разгадать, что мы там пытаемся увидеть. И, видимо, не разгадываем, и не находим, и не видим, и поэтому пытаемся все снова и снова это делать. В программе фестиваля не только спектакли, но и лекции, конкурсы и мастер-классы, а также праздничное открытие монумента «Золотая репка». Мария Левина, Григорий Плешаков. События. В бой идет прекрасный пол. 11 самарских спортсменок-боксеров будут выступать на международных турнирах. Бокс в Самаре в последнее время вообще на подъеме в городе прошел. Областный мемориал заслуженных тренеров России, чьи традиции сегодня продолжают ученики. Сергей Кизоркин познакомился с будущими чемпионами. Мемориал заслуженных тренеров России по боксу прошел в Самаре. За медали сражались спортсмены от 11 до 17 лет. Кроме заслуженных наград, призеры и чемпионы получали спортивные звания. На самарском ринге не только сильный пол. Уже несколько лет девочки уверенно сохраняют за собой место в самарском боксе. Успехи очевидно, рассказал старший тренер сборной региона. Только в этом году на их счету по итогам первенства страны три бронзовые медали. Призеры попали в национальную команду России и будут выступать на международных турнирах. Восемь спортсменок во втором составе. Как ни странно, девушки у нас более, так скажем, работоспособные, наверное, чем парни. И пока и молодежь стремится к этому, видит. И тем более, когда они видят, что они возобладают над мужчинами. Это же, знаете, чисто женская. Если она может сделать лучше, чем мужик, они еще больше стараются. И это, видно, их мотивирует. Областной турнир по боксу собрал в спортзале «Локомотивы» не только молодежь. Почтить память уважаемых тренеров. Быстрого, Дараева, Клещева и Морщинина приехали их ученики. Сегодня они успешные бизнесмены, политики и общественные деятели. Сергей Павлов уже не первый год возглавляет городскую федерацию бокса. Каждый из них, ну это как шедевр, что ли. Знаете, как вот, бывает, есть художник такой, художник такой. Вот каждый из них свою картину рисовал в боксе. И вот сегодня, да, я в прошлом году решил, что в честь таких, ну, выдающихся людей нужно организовать турнир. Помогает провести на достойном уровне мемориал заслуженных тренеров России по боксу городской департамент спорта. Наши боксеры, наша федерация, они стараются поддерживать традиции. Это, на самом деле, важно, почетно и воспитывает правильный и хороший дух наших спортсменов. И я надеюсь, что традиции, я не надеюсь, я уверен, что традиции передаются правильно и растят правильное поколение настоящих спортсменов и великих мастеров в будущем. Пока за медали сражаются подростки и юноши со всей Самарской области. В будущем организаторы планируют приглашать на соревнования взрослых боксеров и сделать турнир мастерским. То есть победители будут получать звание, как минимум, кандидатов в мастера спорта. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. Отдохнуть, выпить кофе и просто пообщаться. В Самаре открылся первый региональный дом такси агрегатора «Сити Мобил». Какие возможности теперь есть у водителей, узнал Никита Борисов. Самара стала первым городом после Москвы, где открылось место подобного формата. Дом такси оборудован комфортными диванами, где водители могут не только отдохнуть, но и поиграть в Sony PlayStation. Также в их распоряжении настольный футбол. А на кухне таксисты могут воспользоваться холодильником и микроволновкой. Это то место, где водители могут прийти, отдохнуть, пообщаться между собой и, соответственно, решить все свои текущие вопросы. Не только отдохнуть, но и обучиться чему-то новому. В лекционном зале дома такси будут проходить курсы, к примеру, английского языка. Также водители смогут решить любые вопросы, связанные с сервисом «Сити Мобил» и получить консультацию специалистов. Мы решили создать дом такси, чтобы любой водитель, кроме того, что он получал компетентную информацию, его выслушивали, получил еще обычный дом. Это площадка, где они могут просто приехать спокойно, выпить кофе, пообщаться, опять-таки обменяться мнениями. Дом такси открыт для всех, даже если водитель не работает в «Сити Мобил». По будням с 10 утра до 7 вечера по адресу Тухачевского, 80. Никита Борисов, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самаргис» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok